Одной ценнейшей реликвии Спасо-Преображенском соборе стало больше, правда, лишь на время. Сюда принесена древнейшая икона Верхневолжья, чудотворная Страстная Кашинская икона Божьей Матери, принадлежавшая благоверной княгине Анне Кашинской. Икона уже долгое время находилась в Москве на реставрации и прибыла в Тверь на короткий срок. Уникальный памятник древнерусской живописи могут увидеть тверичане до 21 августа. Подробности в нашем сюжете. Страстная Кашинская икона Божьей Матери, чудотворная святыня и древнейшая икона Верхневолжья. Первые сведения о ней в Димитровском монастыре Кашин имеются в монастырской описи 1710 года. Кашинские кровеческие описания начала 20 века указывают, что икона древнего письма. Во второй половине 19 века икону почитали как чудотворную. Этот уникальный музейный предмет поступил в собрание на тот момент, хочу отметить, в конце 30-х годов Калязинского кровеческого музея. Согласно имеющейся учетной записи книгам поступления из села Нериходское, этого же, как мы сейчас скажем, Калязинского района. На момент поступления эта икона датировалась 18-19 веком. Она была в простом медном окладе. В 1986 году икона Божьей Матери поступила на реставрацию в Межобластное научно-художественное управление. За это время были проделаны серьезные работы по ее реставрации и по научному изучению, благодаря которым стали известны уникальные данные. На самом деле икона 13 века. Атрибуция памятников древнерусского искусства 13-14 веков достаточно сложная и имеет длительный процесс. Поскольку были сделаны все необходимые исследования, мы со стопроцентной уверенностью можем сказать, что это действительно середина, вторая половина 13 века и уникальный памятник древнерусской живописи. Чтобы привести эту икону в Спасо-Преображенский собор на временное экспонирование в религиозных целях, было получено разрешение Министерства культуры России. Изготовили для нее специальную витрину-капсулу с пассивным климат-контролем. Иконе предстоит и завершающий финальный этап реставрационных работ. Сейчас на лике Богоматери еще сделана реставрационная вставка, а на нижней части иконы необходимо удалить более поздние наслоения и полностью открыть авторский слой живописи, привести в порядок и обратную сторону иконы, смонтировать шпонки. Реставрируют иконы специалисты межобластного научно-художественного управления, реставраторы высшей категории по специальной уникальной методике, которая была разработана именно для этой иконы. Самое главное — это вертикальное состояние, не было сапанили в кассах и трещин. Лик полностью — это открытый лик Богоматери 13-го и ангела. Остались вот еще большие части — это вот эти вертикали и нижняя часть. Планируется, что после всех реставрационных работ, а это значит через два года, икона вернется на Тверскую землю. Этот уникальный памятник древнерусской живописи планируют выставлять в Калязинском краеведческом музее имени Ивана Никольского. А пока чудотворный образ будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери всего месяц. Поклониться Великой Святыне Тверской земли жители и гости региона смогут до 21 августа.